Когда-то, мы вам рассказывали уважаемые наши друзья о том, как в тестировочных имитационных боях, не имеющие аналогов в мире Су-27 напрочь, как говорят, пролетели в схватке против суровых нордических шведских гриппенов. Рэй Ваху тогда помнится под роликом было аж до самых до окраин, но, гриппен это все таки как-никак благородных кровей швед, а вот пролететь в одну калитку изобретением хитрых и любящих экзотическую еду китайцев это многого стоит. Так, как сообщает китайское издание Синамь Елитари, произведенный в РФ истребитель Су-35 в ходе тестирования при имитации воздушного боя, не смог себя зарекомендовать и проиграл в имитации воздушной битвы против китайских J-16 и J-10. Недостатки не имеющего аналогов в мире самолета в реальных боевых учениях с J-16 и J-10С, настолько как пишут китайцы полны, что он практически полностью лишен перспективности. Одним из главных недостатков самолета китайские военные указали то, что у Су-35 система авионики не очень развита. J-16 и J-10С оснащены самым современным активным электронным сканирующим радаром, что также является основной причиной бесполезности Су-35. На поле боя J-16 и J-10 могут использовать преимущество радара, чтобы быстро как говорил один украинский классик умножить на 0 Су-35 и чтобы выиграть битву. Также отмечается, что эффективнее не закупать новые не имеющие аналогов в мире истребители, а модернизировать нынешний J-11, который у Китая имеется в большом количестве. Ранее, мы кстати вам также сообщали о том, что и в солнечной Индонезии забраковали этот самый Су-35. Тогда на самых правдивых в мире СМИ просто так и устроили настоящую теорию зрады, мол это капиталистические США убедили Индонезию отказаться от покупки наших не имеющих аналогов в мире истребителей Су-35, а они на самом деле лучше приславут их F-35. Но, китайцы это не капиталистические США, а самые что ни на есть союзники, так что совершенно очевидно, что проблемы со всеми не имеющими аналогов в мире самолетами в чем-то другом. Субтитры создавал DimaTorzok